Мы находимся в Берлине, где TP-Link представили два новых смартфона под своим брендом Nefos Один из которых называется Nefos X1, а второй Nefos X1 Max У меня в руках Nefos X1 и давайте посмотрим чуть-чуть поближе на него Итак, это смартфон с диагональю 5 дюймов с разрешением HD Что он может, давайте смотреть Значит, внутри стоит процессор Helio P10 Оперативки может быть либо 2 гигабайта, и тогда памяти будет 32, либо 3 гигабайта, и тогда памяти внутренней будет 64 Основная камера 13 мегапикселей, фронтальная 5 И будем смотреть уже чуть попозже, какие фотографии они делают, но они обещают, что фотографии будут хорошими Будем проверять Что еще здесь есть? Конечно же, сканер отпечатка пальцев, потому что сканер отпечатка пальцев должен быть сейчас везде И он здесь есть, опять же, сейчас я не могу проверить, как быстро он работает, но нам показывали на презентации, вроде бы все хорошо И, конечно же, смартфон должен быть удобным, правильно? Если смартфон неудобный, то большинство пользователей не будут им пользоваться Здесь тонкий корпус, здесь скошенные грани, сейчас это очень модно И, конечно же, здесь металлический корпус Это очень и очень круто Плюс 2,5D стекло, как обычно, мода все еще на него есть, и поэтому здесь оно тоже присутствует Вот такой смартфон, плюс добавили кнопку Mute Они решили, что это очень удобно, очень круто Ну и мне, в принципе, тоже нравится Значит, чем отличается X1 Max от X1 просто? X1 Max имеет диагональ экрана 5,5 и разрешение Full HD Плюс чуть-чуть больше батареи, там 3000 мАч, здесь 2240 И, в принципе, наверное, все А, нет, в Max и Shea может быть 4 гига оператива максимальной комплектации Оба смартфона поддерживают две сим-карты Ну и все остальное мы уже будем смотреть на ближайших тестах Это был Макс, вы смотрите канал FUA Мы на выставке IFA в Берлине И смотрим на смартфоны Nefos Пока! Пока!